Две круглые даты, связанные с именем Николая Озерова, приходятся на этот год. В декабре будет отмечаться столетие со дня его рождения, а 2 июня исполнилось 25 лет, как он ушел из жизни. Легендарный спортивный комментатор, а кроме того, многократный, по одним данным 24-х, по другим 45-кратный, чемпион страны по теннису, преданный спартаковец, возродивший это спортивное общество. Артист МХАТа, наш земляк. Значительная часть жизни Николая Озерова прошла на Загорянке, в дачном поселке. Сегодня улица, где стоит большой старинный деревянный дом, носит имя Озерова. Здесь он отдыхал, играл в теннис на местных кортах, принимал многочисленных друзей и соседей. Нынешнее лето проводят в доме вдова Николая Николаевича Маргарита Петровна и дочь Надежда. Они, а также племянник Николай Юрьевич Озеров, стали главными гостями торжественной церемонии открытия памятной мемориальной таблички, рассказывающей гостям, местные-то все знают, в честь кого названа улица. Инициировали соседи-загорянцы, поддержали власти городского округа Щелково и местное отделение Единой России. В этот день не было недостатка в воспоминаниях и интересных фактах, связанных с именем Николая Озерова. О том, как в конце 90-х губернатор Московской области Анатолий Тяжлов издал распоряжение о переименовании улицы Энгельса в поселке Загорянский. О том, как в Щелкове именем Озерова назвали стадион «Спартак». Лучший стадион города, который был признан лучшим стадионом Московской области, не один год он был лучшим, назван именем Николая Николаевича Озерова. В этом году, год столетия Николая Николаевича Озерова, мы проведем капитальный ремонт нашего стадиона. Еще раз вспомним имя выдающегося человека. О том, что Озерова – это целая династия, в несколько поколений тоже вспоминали. Отец – оперный певец, брат – кинорежиссер, прапрадед – духовный композитор. Так как я, получается, пою в клирусном хоре Троицкого собора, по моей просьбе во время ранней литургии было исполнено произведение «Милость мира», написанное священником Михаилом Виноградовым, который является прапрадедом Николая Николаевича Озерова. Вся наша семья, все предки всегда верой и правдой служили России, были честными и порядочными людьми. И никакие злые силы не смогли запятнать честное имя славного рода Озерова. На церемонии собрались не только родственники, но и просто соседи. Безусловно, для каждого Озеров свой. Всенародную любовь он снискал своими спортивными репортажами. Масштаб личности только подчеркивали безмерная доброта и сочувствие к судьбе каждого, кто к нему обращался. В этом вся суть, что Николай Николаевич знал и любил без преувеличения вся страна тогда. И он любил людей, он поддерживал людей, помогал им по мере своих возможностей. И мы помним его и любим. Маргарита Петровна Озерова на церемонии открытия мемориальной таблички ничего не говорила. Но зато дала интервью Щелковскому телевидению и говорят, что она впервые пообщалась с журналистами. Счастье для меня, для всей семьи, что помнят. Маргарита Петровна, я хотела вас про улицу про эту спросить. Какое она в вашей жизни значение имеет? Здесь ваш дом же, да? Именно наш дом. Потому что Николай Николаевич очень любил Загорянку. И вырос-то в общем здесь. С бабушками, и со всеми в общем. Ну не знаю, это родной дом. 25 лет нет с нами Николая Озерова. Но остались его яркие и неповторимые спортивные репортажи. Его незабываемый голос. И память о нем будут хранить на Щелковской земле. В поселке Загорянский. Ирина Микеда, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.